Привет, друзья! После серии роликов про сборки ПК мы прочли множество комментариев, а мы читаем все комментарии, и стало ясно, что пора развеивать новые мифы. Современные компьютеры имеют множество различных портов, шин, интерфейсов, тут и всем известные USB с HDMI, PCI-Express, SATA, различные разъемы питания платы и подключения вентиляторов. Раз мы видим такое изобилие, разумеется, появляются множество заблуждений и мифов об их работе. На связи МК, сегодня поговорим о мифах и фактах современных интерфейсов. Но сначала небольшая интеграция. Вот вы задумали поднять свой игровой сервер, личный VPN, что сейчас очень актуально, или собственный сайт. Что для этого нужно? Правильно, выделенный сервер. А еще лучше, чтобы он был недорогим, быстрым, производительным и соответствовал стандартам российских законов. Для этого есть Selectel, провайдер IT-инфраструктуры в России, у которого более чем 24 тысячи клиентов, 6 собственных дата-центров в России и 2 площадки за границей в Амстердаме и Ташкенте. Selectel предоставляет бюджетные серверы ChipCore, которые как раз позволяют решать базовые задачи, для которых не нужны топовые производительные машины. Например, серверы ChipCore подойдут для тестирования софта, поднятия сайтов, VDI, создания телеграм-ботов. Если нужно больше мощности, можно арендовать серверы ChipCore с видеокартой. С ними можно заниматься 3D-моделированием, рендерингом, анализом данных и обучением нейросетей. Главное преимущество серверов ChipCore – их цена. Сервер с 4-ядерным процессором и оперативной памятью на 64 гига будет стоить всего 320 рублей в день. Арендовать сервер можно от одного дня, что удобно, если сначала нужно протестировать железо. При аренде от 3-х или 6-ти месяцев предусмотрены скидки. Ну а на самые популярные конфигурации ChipCore сейчас действует скидка в 20%. Все они уже собраны, протестированы и готовы к работе. После оплаты на их запуск потребуется от 2-х минут. При этом бюджетные серверы ChipCore такие же надежные и безопасные, как и более дорогие модели. Все выделенные серверы соответствуют стандартам российских законов о персональных данных 152 ФЗ. Это значит, что данные ваших клиентов или сотрудников будут под надежной защитой. Также Selectel обеспечивает сервер бесплатной защитой от DDoS-атак и предоставляет круглосуточную техническую поддержку. Сотрудники ответят на любые вопросы по настройке и обслуживанию оборудования 24 на 7. Регистрируйтесь в панели myselectel.ru и заказывайте бюджетный выделенный сервер из линейки ChipCore. Ссылочка в описании. Миф первый. Флешкам хватает скоростей USB 2.0. Давайте начнем разгон с обычной флешки. Прогресс в интерфейсах очень хорошо заметен в USB. Скорее всего, вы втыкаете флешку в любой свободный USB разъем. И они при этом без всяких проблем работают. Однако при подключении через USB 2.0 даже самые простые флешки могут ощутимо потерять скорости. И это неудивительно. Стандарт появился еще в середине нулевых и позволяет работать со скоростями до 480 Мбит в секунду. Или 60 Мбит в секунду. Уверен, у некоторых зрителей даже скорость интернета быстрее. Сейчас хватает флешек, у которых быстрее хотя бы скорость чтения. Самые массовые флешки на 8-16 Гбит за несколько сотен рублей уже могут читать данные на скоростях и 100 и 130 Мбит в секунду. Вот так неожиданно нас догнал технический прогресс. Так что да, если вы год-другой назад купили флешку, проверьте. Возможно, она достаточно быстрая, чтобы пихать ее в USB 3 и не терять производительность вдвое. Это будет очень заметно при переустановке винды. Современные дистрибутивы Windows весят уже под 5 Гбит. Так что разница в скорости чтения с флешки будет ощутимо влиять на скорость установки системы. Миф 2. Если у старого блока питания не хватает нужных коннекторов, им не запитать современный ПК. Пожалуй, это классическая ситуация. Лет 7-10 назад вы собрали себе мощный ПК. Сейчас он уже плохо справляется с игрушками или работой. И пора бы уже собрать новый компьютер, по советам из наших предыдущих видео. При этом часть комплектующих можно взять из старого системника. И частенько в их список попадает старый БП. Особенно если он на 500, 600 или 700. Но вот при сборке оказывается, что у блока питания лишь 4 плюс 4 пин для запитки CPU. А у платы 8 плюс 4 пин. Или видеокарта требует 2 по 8 пин, а БП может похвастаться лишь 8 плюс 6 пин. Неужели пора менять блок питания? Не спешите тратить деньги. Дело в том, что очень многие производители материнских плат перестраховываются и добавляют больше коннекторов питания CPU, чем необходимо. Например, через 4 пин CPU можно передать около 150 ватт. Через 8 пин до 230. То есть через 4 плюс 8 пин получится запитать процессор, требующий аж 380 ватт. Таких уровней потребления достигает разве что топовый i9-12900K в самых жестких бенчмарках. И на деле в игре он потребляет в 3-4 раза меньше. И если у вас процессор проще, то и потребление, очевидно, будет меньше. Поэтому в большинстве случаев достаточно подключить к плате 8 пин CPU, это 230 ватт, этого более чем хватит для 99% задач и процессоров. Но разумеется, если у вас действительно качественный блок питания, где на проводах и компонентах не экономили. При этом большинство плат ругаться на недостаток питания CPU не будут и без проблем запустятся. С видеокартами ситуация похожа. Тут нередко сами производители кладут в комплект GPU различные переходники. Например, Asus для топовой GTX 1080 Ti Stix клал в комплект переходник с двумя 6 пин на 1 8 пин. И разумеется, никто не мешает вам поступить аналогичным образом, если у блока питания не хватает 8 пин коннекторов. Единственное, чего здесь стоит избегать, это простых Molex переходников на 6 пин или пары Molex на 8 пин. Да, формально через Molex можно подать 130 ватт, а 6 пин GPU требует лишь 75, но нужно понимать, что обычная нагрузка для Molex это всякие вентиляторы, ну или в худшем случае жесткие диски. А это единицы ватт. И производители большинства блоков питания не рассчитывают, что с них будут снимать под сотню. Поэтому в данном случае является допустимым лишь переходник с пары Molex на 1 6 пин GPU. Уже 30 ватт отдать Molexы могут. Факт. Для управления оборотами вам не нужен 4-пиновый вентилятор. Еще один популярный миф с интерфейсами связан с вентиляторами. Если загуглить разницу между 3-мя и 4-мя пиновыми моделями, то ответ будет один. Дополнительный пин позволяет управлять оборотами вентилятора через шим. Откуда делается неправильный вывод о том, что 3-пиновые модели такой возможности лишены и будут всегда молотить на полных оборотах, пугая своей громкостью. На деле, разумеется, это не так. На 3-пин вентиляторах также есть управление оборотами, но в меньшей степени. Оно базируется на банальном изменении напряжения. Чем оно меньше, тем меньше будет оборотов. Да, это менее тонкая настройка, но все еще ее позволяют провести биосы большинства современных не очень плат. И обычно можно настроить 3-пинового Карлсона так, чтобы он не пугал своим шумом соседского мальчика. Также нужно помнить, что между 3- и 4-пиновыми вентиляторами есть полная обратная совместимость. Иными словами, можно по ключу установить и 4-пиновый вентилятор в 3-пиновый разъем, и он нормально заработает, разумеется, без точного управления оборотами. Аналогично, 3-пиновый вентилятор в 4-пиновом разъеме заработает на максимуме своих возможностей. Третий миф. Характеристики PCI-Express слота никак не влияют на производительность видеокарты. А вот это мой любимый. Еще лет 5 назад это мифом-то особо и не было, производители видеокарт слабо играли с шириной шины, а с учетом того, что PCI-Express 3.0 уже 10 лет, а второй версии все 15, проблем не было никаких. Условная GTX 1080 Ti отлично работала через 10 линий PCI-Express 2.0, что позволяло ставить ее буквально к любому процессору. Но все поменялось в последние несколько лет, когда на рынок выкатили новую шину PCI-Express 4, а производители видеокарт смекнули, что можно сэкономить. Ну или производители плат, что на этом можно заработать. В продаже стали появляться такие чудесные видеокарты, как RX 6500 XT, всего четырьмя линиями новой шины. И да, ей это хватает, ведь 4 линии PCI-Express 4 это как 8 линий PCI-Express 3, или все 16 PCI-Express 2.0, чего для видеокарты уровня GTX 980 вполне хватает. Однако есть нюанс, хватает, если плата поддерживает PCI-Express 4, то есть выпущена в последние пару лет. С учетом того, что эта видеокарта далека от топового уровня, ее логично рассматривать для более бюджетных ПК, где до сих пор массово встречаются платы лишь с предыдущей версией шины. Но в этом случае идет потеря половины пропускной способности шины, и 4 линии PCI-Express 3.0 хватает разве что GTX 1630, но никак не новинки от AMD. Тесты показывают потерю производительности в 10-20%, которая может стать драматической, если играм перестанет хватать 4 гигабайта видеопамяти, и карта по узкой шине начнет использовать вместо нее ОЗУ. Поэтому сейчас влияние PCI-Express на производительность видеокарты далеко не миф. И не нужно думать, что это касается только недорогих карт, где шина порезана с 16 линий до 8 или даже до 4. Например, RTX 3080 при установке в PCI-Express 4.0 оказывается быстрее 3090, работающей через старый PCI-Express 2.0. Поэтому, если у вас плата не поддерживает последние версии PCI-Express, в отличие от современных видеокарт, внимательно изучайте, сколько процентов производительности вы можете потерять. Вполне возможно, что будет иметь смысл апгрейд на новую плату или же покупка более простой видеокарты. Факт 2. SSD стоит подключать даже к платам без поддержки SATA 3. Современные SSD догоняют по скорости работы оперативную память. Например, свежие решения на PCI-Express 5.0 дают больше 12 гигабайт в секунду на чтение, что вполне себе уровень одноканальной DDR3. Поэтому, когда речь заходит за SATA, где максимальная скорость составляет лишь около 600 мегабайт в секунду, а у более старых версий этой шины и вовсе 300 и 150 мегабайт в секунду, кажется логичным, что не будет разницы с жесткими дисками, которые уже научились выдавать под сотню мегабайт в секунду. Но, конечно же, это не так. Дело в том, что производители мухлюют и указывают для накопителей максимальную возможную скорость, которая достигается записью или чтением одного большого файла. Но на деле система и программы состоят из множества мелких файлов, которые, к тому же, далеко не всегда идут последовательно друг за другом. И с такими реальными задачами жесткие диски справляются очень плохо. Их скорости взаимодействия с 4К блоками составляют в лучшем случае пару мегабайт в секунду. А вот в SSD нет механических частей и проблем с такими данными нет. Даже простые решения легко выдадут пару десятков мегабайт в секунду при работе с 4К блоками, а топовые модели и вовсе сотни мегабайт. И, как несложно догадаться, для большинства SAT-отвердотельников даже первой версии этой шины со скоростями в 150 мегабайт в секунду хватает, чтобы в реальном режиме работы не терять производительности. Поэтому даже в случае со всякими Pentium 4 или Core 2 Duo, переход на SSD даст хороший буст скорости в большинстве реальных задач. Хотя и стоит помнить, что запись больших файлов действительно в их случае не будет сильно отличаться по скорости от HDD. Четвертый миф. Мобильная десктопная память имеет совершенно разные стандарты, несовместимые между собой. В электронике есть два типа совместимости. Физическая и электрическая. И для полноценной работы нужны обе. Например, процессоры для LGA 1151 первой и второй версии совместимы физически, но не электрически. Нужно замыкать и изолировать определенные контакты, чтобы они нормально заработали. А вот в случае с мобильной десктопной памятью ситуация ровно обратная. Они практически полностью совместимы электрически, но не совместимы физически. И это логично. Модули SODIMM должны быть меньше и тоньше, чтобы поместиться в ноутбуке. И, как вы уже, наверное, догадались, китайцы нашли решение и стали создавать специальные переходники, которые позволяют использовать мобильную ОЗУ на десктопных платах. Причем стоит этот кусок текстолита с дорожками и контактами очень дешево. Конечно, такая вещь нужна не всем, но если у вас без использования лежат мобильные модули памяти, с помощью такого переходника можно легко увеличить ОЗУ компьютера. Миф номер пять. Быстрые NVMe накопители не заработают на старых платах без соответствующего разъема M.2. Массово разъемы M.2 с поддержкой NVMe стали появляться лишь во времена Skylake и первых поколений Ryzen. Но ведь и до этого момента хватало быстрых процессоров. Неужели на них нельзя заставить работать современные накопители? Конечно, можно. Сам по себе NVMe это по сути четыре линии PCI-Express, просто в другой обертке. И опять же, умные китайцы быстро нашли выход PCI-Express переходники с возможностью поставить в них быстрый SSD. Стоят они опять же недорого, но и тут есть нюансы. Во-первых, не все платы умеют делать SSD в переходнике загрузочными. А во-вторых, далеко не для всех задач нужны столь быстрые накопители. Например, в играх разница между SATA и NVMe исчезающе мала. Но если вам все еще нужно подключить, пускай к не самому новому, но все еще мощному ПК такой твердотельник, стоит помнить об этом способе. В моем случае плата не поддерживает больше двух M.2 накопителей, а у меня завалялся вот еще один лишний. Я купил себе вот такой вот переходничок, все прекрасно работает. Третий факт. Существуют современные видеокарты с VGA-разъемом. На волне фейковых видеокарт с Али появился миф о том, что современные решения NVIDIA и AMD не могут иметь аналоговые видеовыходы, только цифровые. И обычно это действительно так, что и позволяет легко определить поддельные видеокарты, когда старую GTS 450 с VGA китайцы перепрошивали в GTX 960 или даже GTX 1050 Ti, которые идут без этого разъема. Но вот переходники с HDMI на VGA, которые позволяют любую современную видеокарту подключить к старенькому монитору или телевизору, существуют. И никто не мешает производителю распаять его аналог на самой плате видеокарты, что и позволяет получить VGA-видеовыход без каких-то переходников. И тут нет никакого подвоха. Видеочип отдает только цифровой сигнал, а конвертер превращает его в аналоговый. В реальности обычно это простые офисные решения, где VGA все еще актуален. Например, на Али можно найти честную GT 1030 с таким видеовыходом, да еще и четырьмя гигабайтами памяти вместо двух. Тут тоже никакого подвоха нет. Видеокарта может работать с таким объемом. Миф номер шесть. Thunderbolt работает только с процессорами Intel. Действительно, долгое время этот быстрый протокол, позволяющий подключать SSD и внешние видеокарты, работал только с синими процессорами. Но в последние годы, когда AMD показала, что Ryzen ничуть не хуже, поддержку Thunderbolt 4 добавили и к решениям красных. Но, увы, не всем. Требуются платы на чипсете B550 или X570, и процессоры Ryzen 4000 и выше. Ну и есть пара ограничений. Например, подключить внешнюю видеокарту AMD не получится. Да, снова видеокарты красных не дружат с красными процессорами. Но если вам нужно подключать внешние NVMe SSD или разные док-станции, никаких проблем нет. Хватает карт расширения Thunderbolt 4, которые втыкаются в PCI-Express слот. К слову, такие USB-C порты Thunderbolt будут еще и зарядными, так как через PCI-Express можно передавать до 75 Вт, что позволяет использовать ПК как быструю зарядку для ноутбука или смартфона. Факт номер 4. Передние порты USB 3.0 могут работать на платах с поддержкой только USB 2.0. Большая часть современных корпусов идет с передними портами USB 3.0. С учетом того, что этому разъему больше 10 лет, ничего удивительного тут нет. Однако те, кто апдейдит свой ПК постепенно, может попасть в ловушку. Корпус-то USB 3.0 поддерживает, а вот на старой плате есть коннекторы только для подключения USB 2.0. Неужели все передние порты работать теперь не будут? Конечно нет. Китайцы давно изобрели и продают переходник, который позволит подключать передние порты корпуса QSB 2.0 на плате. Разумеется, все плюшки 3.0 работать не будут, но все еще это лучше, чем полностью неработающие порты. Как видите, множество шин и интерфейсов порождают, и множество мифов о них. Какие-то действительно были верны раньше, а какие-то просто надуманы. Если вы знаете еще какие-то факты или мифы о компьютерных междумордиях, это дословный перевод слова интерфейс, делитесь ими в комментариях. Читайте IT-новости от МК ежедневно в нашем телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Мы очень вас там ждем. Меня зовут Михаил Крошин. Сеанс связи окончен.